Мы делаем программу восстановления заброшенных домов самими горожанами. И вот пример того, как может быть дом восстановлен. Здесь были обрушены потолки, стены. Мы восстанавливали печи, вот эти старинные. Потому что тяги не было, они не топились, там были вынуты кирпичи. А какая изначальная судьба была дома? То есть какого он года постройки? Это 19 век, первая половина 19 века, видимо. И один из первых жильцов, который здесь зарегистрирован, это 1851 год, дирижер Кочетов. Он дирижировал премьерами Римского-Корсского опера. В советское время здесь сначала были коммуналки. А потом, в конце 50-х, в начале 60-х годов, вселился сюда академик географии Некрасов с его женой Тамарой Владимировной Абаладзе. И они привели дом в порядок, он был руководителем группы в министерстве где-то, у него были возможности. Это в каком году? Это начало 60-х годов, и в 70-е они здесь жили, и в 80-е, но у них не было детей, и наследников не было, поэтому потом для дома настали темные времена. Сюда к нам приходили два человека, точнее один человек приходил, потому что он москвич, он сам академик Академии художеств, и рассказывал об этих годах. А второй человек нам написал, это грузинский врач, хирург Тимур Хабидзе, который рассказывал нам не лично, а в письменном виде, рассказывал потрясающие вещи. Он даже говорил, что в этом доме Андропов, будучи генеральным секретарем ЦК КПСС, приходил к Некрасову, к академику Некрасову, и они вместе парились здесь в сауне, которая есть внизу действительно, в подвале есть сауна, которую сделала этот академик. А потом, получается, дому пришел упадок, то есть здесь ничего не было какое-то время, жили бомжи? Не было наследников, и дальше, ну, были темные времена, какие-то там, каким образом дом переходил, куда, мы не знаем, но вот в результате оказался у наших арендодателей, вот. Они не знали, что с ним делать, потому что они хотели здесь сделать стройплощадку, ну, продать какому-то девелоперу, который бы здесь построил бизнес-центр или там высотный дом, ну, то, что в 90-е, в общем, творилось. Говорят, что отстояли жители, но факт тот, что не удалось это сделать, и тогда получился такой зависший, зависшее здание, зависший объект, с которым не знали, что делать. Мы его пытались продать, вот, но никто не покупал, потому что понимали, что здесь ничего не построили. А дом вершал и находился, в общем, в ветхом состоянии. И мы не один такой дом видим в Москве, а вот у нас в базе сейчас 17 домов, и часть из них принадлежит государству вообще. И мы предлагаем на конкурсной основе отдавать их жителям, для того, чтобы они могли их восстановить, поселиться там с обязательством процента определенной площади, использовать под социально важные проекты, бизнесы. А дорого стоит такой дом восстановить? Это же, наверное, большое вложение. Вы знаете, они, на наш взгляд, большие, вот для нас, мы вложили там 3 миллиона рублей, но они все-таки посильные обычным гражданам, потому что, ну, квартира в Москве, например, стоит там 10-15 миллионов, недорогая квартира. И если бы гражданам отдавали, они могли бы либо заложить квартиру в банк, либо продать квартиру. Ну, в общем, они могли бы взять кредит или продать квартиру и вложить это в восстановление дома. А дома есть разные, в разном состоянии, куда-то, может быть, и миллион можно вложить, и все. Ну, эти дома закрыты просто стоят, да, получается? Или в них все равно что-то есть? Нет, мы, естественно, в базу вносим только те дома, в которых ничего нет, которые находятся именно в заброшенном состоянии. Да. 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 Да.